Прозрачным утром Антенны шептутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери уютней стало Заходи на чай Мы будем вместе листать сначала Старый коледаль Огни большого города говорят Антенны шептутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Степан, куда его? А, вон это, в шкаф Говори, Надь Я вижу, ты хочешь что-то сказать? Да, хочу Как ты могла, Кьяр? Так, Надь, ты мне это... Прекрати Дядя Стёпа, а вы её не защищаете Она же у вас деньги украла А вы делаете вид, как будто ничего не было Я не хотела, так получилось Что, плохие люди заставили? Да, Надь, так бывает И что же они делали? Пистолетом угрожали? Нет Просто у них был мой ребёнок Так, так что же вы в милицию не позвонили? Они бы приехали и освободили вас Я бы по телевизору видела Это у них запросто Если бы я могла, я бы позвонила Да, и вообще, Надь, жизнь Она сильно отличается от того, что показывают по телевизору Так, а... Как же ты тогда решилась убежать? Мне просто повезло Охранники как-то напились И мне удалось выкрасть ребёнка Я увезла его в деревню к знакомой А сама что-то мне осталось? Вернулась, чтобы помочь девчонкам Выкрала их паспорта и... Не знаю, как мне удалось тогда убежать Это чудо, что я встретила Степана в парке Она уехала Ты уже здесь? Заходи скорей Девочка моя Я тут соскучилась Ну, у нас много времени? Она не скоро придёт? Гуля до вечера на работе Так что времени у нас полно Пойдём в спальню? Ну, если времени полно, то я покапризничаю Свери-ка мне кофе, дорогой Чёрный или с молоком? С киньком Окей Располагайся Вот, пожалуйста Как знал, что ты захочешь? Сварил? Боже, какой кофе И мне так нравится у тебя дома Здесь всё так Уютно Солидно, стильно И везде чувствуется твоя рука Ну Я и правда Многое здесь Сам придумал Я рад, что тебе понравилось Да понравилось не то слово Только вот Вот эта фентифлюшка Какая-то вообще лишняя Ну Это Гуля купила Даже странно, что у вас Ну Такие разные вкусы Ну да Это точно Абсолютно разные Что же тогда ты на ней женился? Ну Я же не дизайнера интерьера выбирал Типа полюбил Ну А сейчас что? Разлюбил? Нет Ну Просто Просто когда Любишь свою жену Не приводишь никого Пока её нет Ох и добряк наш Степан А? Ха-ха Если не сказать, чего хуже Знаете, в наше время умение прощать Это очень редкое качество Это ценить надо Элеонор Ну как-то можно простить это Она сбежала Украла у него деньги А он взял и вернул её Да я бы на порог у неё пустила Ну и что там? Это змея Она не змея Ой А кто же? Овечка что ли невинная? Ну Тина Петровна И не овечка Но за свои поступки Она уже достаточно наказана Наказана Я что-то не видела Чтоб её Степан наказал Ну, а вы считаете Жить у чужих людей Это не наказание Прятаться Не иметь своего угла Скрывать ребёнка от бандитов Это счастье И жизненный успех, да? Что она ребёнка От бандитов скрывает? Да Ужас какой А где? В деревне у знакомой А сама вот здесь у дяди Да вы что? С ума посходили что ли все? Да её за шею надо гнать Ещё не хватало нам бандитов А? Вы что? Нет Мы со Степаном решили Что ей надо помочь Ох Ну и дураки же вы Господи Ну Ты мне так и не ответил Что у тебя сейчас с женой? Любишь или Не очень? Ну Похоже, что не очень Сколько вы с ней уже живёте? Чуть больше полугода Семейная лодка разбилась А быт? Ну и это тоже Понимаешь Мы с ней Совершенно разные люди Угу Я это тоже заметила Ещё тогда, когда вы в клуб пришли Я ещё подумала Да чего же разные Ну Как ты Не понял сразу Да понял, конечно Ну Тогда мне это даже нравилось До этого у меня не было Таких правильных девушек Да, правильная девушка Это звучит гордо Ну это Только звучит гордо А на самом деле Скука смертная Для меня Любовь это адреналин А не просмотр телепередач По вечерам Как у нас с тобой Ну да Мы с тобой прям Какие-то шпионы Диверсанты Ну есть немного Ты не представляешь Как мне с тобой лучше Чем с ней Ну если Если тебе действительно Так с ней плохо Почему ты не уйдёшь Ко мне Или Адреналина Станет меньше Если не нужно будет Прятаться Ну При чём здесь адреналин Моя жена беременна И с этим я Конкретно попал Бедный мальчик Мне тебя так жаль И мне жаль Только я не знаю Что с этим делать Здравствуйте Не помешала Ой Девочки мои Как хорошо Что ты зашла Ну конечно не помешала Как тебя пропустили Здесь же очень строго с этим А я с девочками договорилась Вот Вот это Всё вам Спасибо тебе огромное Как раз то что я люблю Ну ты давай Давай ты тоже угощайся Нет спасибо Лучше скажите мне Как вы Как ваши дела Ой Это честно говоря Не очень Тяжело уже конечно В моём возрасте Беременной ходить Ну да А что врач говорит Да что этот врач говорит Врач этот меня всё время пугает Вечно всё запрещает Вставать мне нельзя Есть мне практически ничего нельзя Ты знаешь что он сделал Он мне телевизор запретил смотреть А телевизор то чем ему помешал Потому что я нервничаю А в моём положении Нервничать тоже нельзя А понятно Ну подожди Ну подожди Ну расскажи мне Как вы живёте Как у Тимура дела Как мой внучок Будущий поживает Всё хорошо Спасибо И с Тимуром И с малышом Просто мне бежать уже нужно Ладно А то мне сейчас хватится Там уже Ну ладно Ну всё До свидания Пока Пиджат подай пожалуйста Пиджат подай Ну а что Ну лишь бы тебе Комфортно было Ну комфортно мне в любом случае не будет Застегни Это почему же Потому что там не будет тебя Опять 25 Ира Это ж вроде Не первые твои переговоры Ну а что Ну а сейчас мне хочется Чтобы ты был рядом Ну конечно прекрасно было бы Ну ты же знаешь Что это невозможно Я нужен здесь и сейчас Нужно с домом разобраться С бизнесом И потом я не сомневаюсь Ты совсем прекрасно справишься Сама Да Я-то справилась Да Ага Хорошо Выхожу Машина Ну ты прекрасна Давай я тебя провожу Олег Ты что Забыла что-нибудь Нет Скажи Твое отношение ко мне Осталось прежним У нас ничего не изменилось Нашла время выяснить отношения Ну что ты там все удумала Пойдем скорее На самолет обоставишь Тут тебе все пишут Да это так С работы С работы опять Ну да Уточняют кое-что По новому проекту Быстро они тебя Воборот взяли Ну как же Я же Ведущий специалист А по-моему это он тебе пишет Зачем ты от меня скрываешь Ну да Ну а что нельзя Не имею права Нет ну почему Конечно не имеешь И что же он пишет На свидание Наверное приглашает В любви Объясняется Понятно Вижу Вы за меня Не рады Да Не хочу обманывать Конечно Но не могу Порадоваться Уж извини Наверное понимаешь Почему Понимаю Чего что-то не понять Ну ладно Беги Свою контору А то опоздаешь До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Слушаю Здравствуй Надеж Это Олег Ой Это вы Здравствуйте Надеюсь Ты не забыла О моем приглашении Нет Вы что Я уже вот собираюсь Вот и прекрасно Я купил билеты В театр Современник На мою любимую пьесу Три товарища Ой да вы что Здорово А где мы встретимся Ну хочешь Я подъеду к дому Заберу тебя на углу Хорошо Давайте Тогда я тебя Буду там ждать В шесть часов До встречи До встречи До свидания Господи Как же долго тебя не было А что Что случилось Ну не то чтобы случилось Нуршов засек Что тебя нет И очень ругался И что ты ему сказала Ну я сначала и так И так пыталась тебя отмазать Был ты в туалет Отошла и все такое Он так и не ушел К себе в кабинет Пока не убедился Что у тебя в отделении нет В общем мне пришлось сказать Что ты ушла к гинекологию Да черт Ну теперь весь мозг мне вынесет Постарайся его разжаловить Может поможет Да и когда это получалось Теперь тебе остается Только напастись терпения Ага Явилась Не запылилась Ну-ка сзади ко мне Надь А ты че такая кислая Да вот видишь Пятно никак не могу отстирать Я хотела в этой кофте Сегодня с Мирновым На свидание идти А чего это Да вот сока Ну конечно не отойдет Надо было сразу его застирывать Ну Надеюсь что ему другое Что? Ну я откуда знаю Что у тебя там есть Да в том то и дело Что ничего Пару кофточек Джинсы Свитер Юбка В общем это Единственное что было Да Не густо Ну чем я тебе могу помочь Ну ладно Пойдем ко мне Я тебе что-нибудь Из своего подберу Только я сначала Белье замочу Слушай Свет Спасибо тебе огромное Слушай я тоже Тогда еще раз замочу Вдруг отойдет Пойдем Скажи ты хочешь Лишиться работы? Нет Может ты считаешь Что это нормально Бросать прооперированных Больных без присмотра? Нет Ненормально Тогда зачем ты Позволяешь себе Уходить со своего поста Черт знает куда Ну послушайте Я дошла всего На несколько минут У меня в соседнем отделении Свекровь лежит На сохранении Ну я не думала Что за это время Что-то может случиться Ну не случилось ведь Ах не случилось А ты не забыл Какое у нас отделение Хирургическое Ты в курсе Что нашим пациентам Медицинская помощь Может понадобиться В любую секунду Простите Я не подумала Такого больше Не повторится И можно я уже пойду А то мне кажется Что я у вас В кабинете Гораздо дольше Чем была в гинекологии Ты у меня еще здесь поговори Точно вылетишь отсюда В 24 часа А теперь Кругом и марш отсюда На свое рабочее место Так Ну-ка Ой ну как Нет Это очень просто Ну-ка Ой Это смотри Нет Это мрачно Ну-ка Так Ой Мне кажется Это симпатичнее Смотри Ну Симпатично Да А должно быть Услепительно Ты знаешь У меня есть идея Так Мне кажется Вот это то что надо Слушай Потрясающе Класс Я даже не думала Что могу так Хорошо выглядеть Смотри Только ты главное Не забудь Прическу сделать Ну и накраситься Конечно Ну зачем Так что ли Плохо Нормально Нет Так конечно Очень хорошо Но просто понимаешь Дело в том Что когда Идешь завоевывать Мужчину То ты должна Выжить Своей внешности Максимум Ты же хочешь Ему по-настоящему Понравиться Ну ты что У меня и мыслей Такого не было Ладно Многие так Вначале говорят Ты чего Ой Да как-то Испугалась чего-то Вот Все никак не могу Оделаться от мысли Что уже все позади Да ладно Но здесь-то тебя Никто не тронет Да я понимаю Но как-то не по себе Да и соседи Все против меня настроены Да что соседи Не обращай ты на них Внимания Поймут они Со временем Привыкнут А с паспортами Что собираешься делать Да вот хотел Девчонкам отдать А теперь Даже не знаю Дай их сюда Есть у меня Одна мысль Ты подожди Я скоро вернусь А вот и я Наденька У меня У меня нет слов Вы Вы такая красивая Ой Да ладно Вам скажете тоже Нет честно Не прекратите так смотреть на меня А то неловко как-то Смотрите какие грибочки Здравствуйте Здравствуйте Ой какая прелесть С ума сойти Какие крепенькие Как лесом пахнет А вы купите девушка Я недорого продаю Вы уж извините Но покупать мы не будем Почему Мне интересно А вот пособирать Я бы пособирала А что Хорошая идея Поехали завтра в лес За грибами Почему бы и нет Поехали До свидания До свидания Молодец Привет Привет Как дела? Ничего Только Почему-то Антона Сегодня в институте Не было Слава Богу Почему Слава Богу Макс Ну А вдруг Что-то случилось С ним Он никогда Просто так Не пропускает Может он заболел Может быть Надо будет К нему зайти С какой стати Ну как Ну мы же друзья Я же не могу Из-за твоей ревности Перечеркнуть Нашу дружбу Давай не будем обсуждать Мою ревность А если хочешь Узнать как у него дела У тебя есть телефон? Есть Так позвони ему Алло Антон Привет Господи Что у тебя с голосом? Да ты что Такая сильная ангина А чем ты лечишься? А мама где? Моей мамы нет Ладно Все понятно Ну Я тебе вечером Сегодня все занесу Ладно Давай до встречи С какой стати Ты ему вечером Все занесешь? Макс Ну у него температура Под сорок И что что температура? Ну у него мама уехала Да какая разница Все обстоятельства сошлись? Не кричи Он не может сходить в аптеку Я просто пойду Отнесу ему лекарства И все С какой стати Ты это будешь делать? Ну ты же сам всегда говорил Что помогать друзьям Это святое Говорил Пусть так Но к этому случаю Не приписывай Хорошо Мы сегодня ему вместе Занесем лекарства Не надо Я одна быстро схожу И все Знаешь, Свет Делай что хочешь Но знаешь Что мое человеческое терпение На пределе Ну и откуда они у тебя? Да Ну я же говорю Пассажиры в машине оставили Тогда поподробнее Что за пассажиры? Откуда ехали? Куда? Как зовут? Где познакомились? Да я откуда знаю Ну я их впервые вижу Голосовали До метро попросили довезти Двое Здоровые такие Вот И в кожаных куртках Может как называли друг друга? Да нет Они молчали все время У метро вышли Вот я на заднее сиденье посмотрел Там пакет лежит Вот в пакете паспорта Ну я сразу к вам И сразу к нам А ты не врешь мне Милый человек Ну а что мне врать-то? Так оно и было все Садись пиши заявление Присаживайся, Надюша Надюша Ну что ты? Что случилось? Нет, ничего Просто Вина очень грустные Младежь, ну что же Это всего лишь пьеса Ну а что это меняет? Ну как же не меняет? Трипа, ты ленз живы Это всего лишь актеры Сейчас, наверное, смывают гримы Собираются домой Между прочим и ужинать Да я же не из-за этого плачу Не из-за актеров Ну а просто из-за того, что Все хорошее когда-нибудь Обязательно заканчивается И это так Ну так Ну господи, если бы я знал Что эта мысль на тебя Такое глубокое впечатление произойдет Ну бы лучше в цирк сходили Ты бы там смеялась А не плакала Слышь, странно, наверное, как дурочка выгляжу Пол спектакля прорыдала И сейчас вот слезы лью Скорее как маленькая Беззащитная девочка Ну маленькая Это еще полбеды Нет, конечно Стыдоба Что веду себя так То, что книжку такую хорошую не читала Как она называется? Три товарища, да? Три товарища Автор ремарк Ну спасибо Буду теперь знать О, плохо дело Тушь потекла Ой, глаза красные Хотел бы сейчас Меня наша соседка Света Сказала бы Эх ты Надька, Надька Красила я тебя, красила Укладывала Укладывала А ты Хотела, чтобы ты в театре была Как элегантная дама Не быть тебе элегантной дамой Быть тебе чучелом огородным Не знаю, не знаю Что бы тебе сказала твоя соседка Может быть и эта Но мне ты такая больше нравишься Но это очень искренне Очень естественно Это так редко встречается сейчас В современных людях Но я тебе сейчас сам заплачу Меделист Еще раз Синяя форма Справа Игра Блин Ну вот и я Как дела в институте? Нормально В смысле ничего серьезного Ты голодна? Я сосисок сварил Ой нет, Тимур, спасибо Не надо Чуть позже, ладно? Да, позже? Ну ладно, позже Я тоже тогда с тобой позже А чем тут таким пахнет? Ты о чем? Ну, запах какой-то странный Я ничего не чувствую Как ты можешь этого не чувствовать? Тут пахнет чем-то таким, знаешь Сладким и неприятным Валентин Ковыч номер три Лед пахнет Диван Что-то мне даже нехорошо как-то стало Гуль, так уж это У тебя, наверное, токсикоз Да? Да, конечно Ну, так бывает Ой Ой, извините Наверное, ты прав, да? Конечно, прав Как ты себя чувствуешь? Ну, устала немножко Устала? Пожалей меня Ну, иди-ка Моя девочка Вот в чем дело Ты был с женщиной Гуль, ты что несешь? Вопрос в том, что несешь ты И чем он несет от тебя? Ты спятила! Женскими духами Нет, ты спятила, Гуля Нет, спятил ты Так себя вести и думать Что я ничего не пойму Хватит бредить, Гуля А может, хватит врать? Думаешь, я не догадалась, что ты мне извиняешь? Совершенно точно Что сегодня эта женщина была здесь Сидела на этом диване Разве не так? Как ты мог? Как ты мог? Вести кого-то в наш дом Тимур! Вот здесь было нарушение, по-моему А почему же ты убрала меня на этот спектакль? Актерский состав хороший Я знаешь, я очень люблю эту историю Любишь? Почему? Почему? Ну, сильные чувства Яркие люди Ну и Неожиданные повороты судьбы В общем, все то Чего почти не осталось в нашей жизни Ну, почему же не осталось? Может, ты много встречала людей, которые так сильно любят и так искренне дружат? Много Ну, ты где же? Ну, например, взять моих соседей У них все есть И дружба, и любовь, и неожиданные повороты Ну да Занятно Ну, так расскажи Ну, вот, например Вчера Максим написал песню Очень классную И вечером нам ее пел Ну, мне кажется, это тоже немножко дружба Когда человек поет тебе свою песню Ну, наверное Действительно А еще? А еще Елеонора Генриховна и Михаил Андреевич 50 лет не виделись, представляешь? А сейчас поженились За ручку ходят Глаза светятся А, это любовь, я так понимаю А неожиданные повороты судьбы? Есть И неожиданные повороты Мой дядя Недавно встретил свою бывшую девушку на улице Она когда-то от него сбежала И деньги взяла А недавно столкнулись Прямо на улице Ну, вот, теперь она у нас живет И неплохая такая девушка Удивительно Ну, да уж Согласен Это неожиданно Что? Что ты молчишь? Я представляю себе этих людей Ну, и как они тебе? Хорошие Да Ну, а что же ты Когда этих хороших людей Так терроризируешь? Что ты выдумываешь? Я тебе сто раз говорил Здесь не было никаких женщин Не лги мне Я в прошлый раз нашла ее сережку под подушкой А теперь вся постель пропахла ей Ты с ума сошла от своей ревности? А ты сошел с ума от своей вседозволенности? Ну, ничего Я тебе покажу, как я к этому всему отношусь Сбирай плед Он пропах Не забирай И подушку И вот это забирай Чтобы это не видело Все в помойку И это И это все Все? Концерт окончен? Или мебель сейчас начнешь ломать? Почему? Почему ты мне скажешь Ты так давно поступаешь? Почему? Так, все Это становится невыносимо Ты уходишь Но тебе же не нравится Источник Чужих женских духов в этом доме Нам надо поговорить Не уходи, пожалуйста Не надо Я не хочу с тобой ни о чем говорить Ты меня достала Своими истериками Упреками Ты просто невыносимо Все Пока Домой ночевать не вернусь Тимур Нет Не уходи Надюш, я страшно рад, что познакомился с тобой Ты очень умная И обаятельная девушка Попытайся убедить Твоего дядю И других соседей Тоже Прислушаться к моим доводам Поверь, это пойдет им только на пользу Других вариантов Просто нет Ты ведь Попытаешься это сделать? Что? Теперь непонятно Почему ты со мной встречался? Нет Что случилось? Меня так напугал твой звонок Все плохо Все очень плохо Ты его застукала? Нет Но я точно знаю, что у него кто-то есть И не встречается здесь, пока я на работе Какие же все-таки мужики Гады И не только мужики Что у нее в голове? Как можно прийти в чужой дом? Лечь в чужую постель? Господи, да черт с ней А что Тимур? Он понял, что ты все знаешь? Ты ему сказала что-нибудь? Сказала Лучше бы не говорила Подожди, подожди То есть Он признался тебе, что он тебе изменяет? Сказал, что я все выдумала Вот видишь Не все так плохо Как не плохо? Понимаешь Не все так плохо, потому что Он не хочет разрушать ваши с ним отношения Нет Он не хочет брать вину на себя Ладно Ты не переживай Что случилось, то случилось Да, конечно, трудно быть спокойной в такой ситуации Ладно, я думаю, что у вас все еще образуется Никогда Он сейчас другой Я опустила свой шанс его вернуть Надя Надя, Надя, подожди Что? Что тебе нужно? Неужели непонятно? Я же тебе сказала, что я не буду твоим союзником И не трать свое время Надя, прости меня Я сказал вовсе не то, что хотел сказать Надя, мне не нужно, чтобы ты была вовлечена в это дело Мне вообще не нужно, чтобы ты мне помогала в этом деле Да неужели? А я думала, ты встречаешься с нами только из-за этого Нет, мы встречаемся потому, что ты мне очень нравишься Да? Чем же? Ты очень красивая Ты очень красивая Я таких не включил Отпусти Отдевительно Прости, Надя Прости, пожалуйста Ты простишь меня, что я Что я получаюсь Противник твоих друзей Я могу закрыть на это глаза На некоторое время Надя, а Завтра Ну что? Погребы? Ну как договаривались Подписывайтесь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон